Друзья, мы переехали в другую квартиру в Москве, в этой командировке. И, в общем-то, мне кажется, что логично было бы начать как раз новый влог, 22-й, по-моему, по счёту за этот год. Именно в новой квартире, что я хочу вам сегодня рассказать. Я сейчас быстренько снимаю этот кусочек и бегу на работу. Вчера, думаю, надену-ка я вот эти носочки, потом думаю, нет, наверное, нужно вам их сначала показать. Я их вязала довольно давно. Но это носки из пряжи, которую я красила сама когда-то. Вдруг вы помните, в общем, был у меня такой период, когда мне хотелось красить пряжу. Но, в общем-то, он бесславно закончился. Но осталось у меня несколько воспоминаний, в том числе в виде вот этих носочков. Значит, это пряжа Аделия Джейк. Она такая довольно жёсткая, шерстистая. Но для того, чтобы попробовать поэкспериментировать, она мне, в принципе, подошла. Это был такой моток молочного цвета. И там были вот такие чёрточки. По-моему, если я не ошибаюсь, такого бежевого или коричневого цвета. Вот, я покрасила вот в такой серо-чёрный цвет. И, в общем-то, сделала крапушки такие, ну, как крапушки, чёрточки, скорее, всё-таки тоже, да, цвета лимонного, жёлтенького. В общем, вот эти носки у меня получились. Я их, честно говоря, обожаю. Ношу как бы не так часто, потому что носков у меня, честно говоря, очень много. Вот, и они у меня поэтому сохранились в таком практически первозданном виде. Но ещё такой момент. Действительно, пряжа довольно износостойкая. Это прям чувствуется, потому что, ну, опять же, уже сказала, она жёсткая такая, жестковатая. Не такая нежная, как вот бывает, например, там тот же Газал Хапифит, да. Она, конечно, понежнее. И вот, например, сейчас я стою в носках, в шерстяных, но это носки из более нежной пряжи, там вискоза в составе. Это, забыла, как фирма называется, Грюндл. Вот, всё с ними вроде хорошо, и вязать было очень приятно, но вот закатались они, поэтому я вам даже показывать не буду. А эти вот в таком хорошем первозданном виде. И расцветка мне очень нравится. В общем, не знаю, почему я перестала красить. Ну, конечно, сейчас мне совсем не до этого. Итак, значит, носки вам показала. Можно теперь смело здесь тоже носить. Я, на самом деле, взяла, по-моему, три пары тёплых носков сюда. И, кстати, не зря. Мои готовые работы за прошлую неделю. Я закончила влог и не показала вам вот эти две готовые работы. Сейчас, прошлые я имею в виду, сейчас исправлюсь. Вот эти носочки я вам показывала. Ещё раз покажу. Ну, и не просто так я их сегодня взяла, а я хочу их сравнить. Значит, это у меня Alize Comfort Sox синего-темно-синего цвета. И вот это у меня тоже Alize Comfort Sox. Ну, соответственно, цвет серый. И что я вам могу сказать? Из этой мне было так приятно вязать. Она такая пухленькая, более шелковистая. Ну, не знаю, вообще прям одно удовольствие было. Я связала мужскую пару, как вы помните. И фотографий у меня, к сожалению, не осталось. И вот связала такие детские носочки. Ушло практически всё в ноль. Не знаю, где-то моточек валяется в какой-то из проектных сумок. Но там осталось, ну, совсем чуток. И вот эта пряжа тоже у меня мужские носки. Вот, на 42-й размер. Ну, они кажутся очень узкими. Но это из-за узора, на самом деле, тянутся хорошо. Значит, это тоже по описанию Анни Жильцовой. И тут хочу, ну, может быть, после стирки ещё и ничего. Но во время вязания, слушайте, так было неприятно вязать. Вот именно из этого серого цвета. Он какой-то был как проволока, жёсткий. В общем, неприятный совершенно. Это размер 42-й. Такие вот большие они получились. И расход здесь, наверное, тоже в районе 80 грамм. К сожалению, мне сейчас не взвесить. Только дома это всё получится сделать, когда вернусь через неделю уже в Петербург. Ну, в общем, пока так. Описание Анни Жильцовой. Юнисокс называется. И знаете, что ещё поняла в процессе? Может быть, из-за того, что вот пряж такая. Ну, вот здесь вот наизнанке вот эти ребристые части узора. И мне кажется, что не очень будет приятно их носить почему-то. Но, по крайней мере, вязать мне было не очень приятно, когда у меня пальцы касались вот этой части ребристой. Мне кажется, что может как-то, не знаю, давить что ли. Ну, хотя если носки связаны неплотно, давить не будет. Ну, короче, мне нравится модель в плане того, что здесь вот эта вот пяточка классная. Но я поняла, что вот этот узор, он скорее не для носков. Именно вот по моим ощущениям, да, для меня. Вот, поэтому повторять я, наверное, именно с этим узором носочки не буду. Значит, это носки тоже начальнику моего мужа. То есть они вот так вот идут вместе и с теми синими из вот этого супер-воша. Но те синие уже в процессе носки. Так, у меня осталось немножечко вот этой пряжи. Вот. Ну, я не знаю, пойдет в коробку с остатками, видимо. И на самом деле то, что я хотела вязать больше всего на прошлой неделе, это вот эти вот двойные варежки детские. Это просто какое-то чудо. Они связались на самом деле просто на одном дыхании. Это пряжа. Так, вот такая шерсть стопроцентная от Трико. Здесь 50 грамм 430 метров. Китайская пряжа стопроцентная. Ну, тут написано шерсть. Ну, в общем, не знаю, шерсть, меринос. Мне на самом деле все равно, короче, овечья шерсть. Две ниточки я вязала. Да, вот у меня остался небольшой моточек от 50-граммового мотка. И считайте, ну, сколько здесь грамм, наверное, не знаю, может, 45, 40-45, вот так. А, да, у меня же еще образец был. Ну, да, наверное, может, грамм 40 на варежки вот эти двойные ушли. Так, образец я вам показывала в прошлом влоге. И вот, собственно, вот эти варежки. Значит, смотрите, я вязала, набрала петли, провязала резиночку. Значит, здесь все-все-все отвязала. Значит, у меня пальчик немножечко уходит на сторону ладони. Вот так вот. И, в общем, тут все закрыла, закончила. Здесь подняла петли, то есть у меня был временный набор. И здесь я вязала на том же количестве петель, но только свободнее, прям намеренно свободнее. Поэтому они и смотрятся разными. На самом деле количество петель и нет рядов другое количество. Количество петель здесь вот одинаково. Единственное, вот тут вот на пальчике на две петли, по-моему, больше. Ну, прям тут надо было сделать. И рядов, по-моему, тоже на два я сделала побольше. Но, по сути, очень простые. Так, давайте, наверное, я их вот так вот выверну. Хотя бы одну, да, чтобы вы посмотрели, как это смотрится. Мне девчонки в Телеграме писали, что Аня, ты вообще там герой детские варежки связать. А я не знаю, мне кажется, так это просто было. Мне это проще сделать, чем, например, плечевое изделие связать. Вы заметили, кстати, у меня в последнее время одни аксессуары практически. Вот. Ну, что за милота, я просто не могу. Мне кажется, что они какие-то огромные, нет? Мне кажется. Так, давайте второе тоже. Выверну. Слушайте, ну они очень миленькие. Мне прям хочется на них смотреть и смотреть. И мне кажется, что они великоваты почему-то моему ребенку. Так, вот. Ну, просто прелесть. Короче, вердикт по пряже. Пряже очень мне понравилось. Мне кажется, для аксессуаров вот типа варежек, перчаток это просто супер. Для шапок тоже подойдет, но не для всех шапок, потому что для некоторых моделей, конечно, больше подходит либо, например, что-то более воздушное. Там нужно добавлять махерчик, там тоже такой, да. Либо, например, гладкий меринос, если хочется такую резиновую шапочку. Тут, конечно, резинового ничего не будет. Вы видите по манжетам здесь вот, что, собственно, ничего не держится. Короче, я довольна вам не передать. Хорошая пряжа на плечевое изделие тоже можно спокойно брать. Мне кажется, в две нити вообще замечательно. Я вязала варежки на спицах 2,5. Вот, но мне кажется, можно спокойно брать и 2,75. А если вы плотно вяжете и троечку тоже. Мне кажется, я это говорила в прошлом видео, потому что что-то у меня какой-то флэшбэк. Так, ну все, с этими варежками все. Так, готовые работы я вам показала. Давайте вот здесь вот виднеется. Это моя покупочка. И на самом деле, так, давайте немножко сменим ракурс. Неожиданно немножко для меня покупка. Я, честно говоря, не думала, что вообще когда-либо приобрету эту пряжу снова в момент, когда я вязала из нее. Если помните, я вязала из вот этой пряжи в Редейн Финити Дизайн. Когда-то весной эти носочки такие для мужа, он их, кстати, носит. И я тогда прям переплевалась вообще при вязании, потому что пряжа тонкая. Но тонкая меня еще не так смущает, как она очень сильно расслаивается. Вот, но я помню свои ощущения уже после того, как довязала, да, и вот готовый у меня был носочек. И суть в том, что мне очень понравилось, что носочки тоненькие. И вот сейчас в носке прям тоже хорошо себя показывают. К сожалению, мне сейчас вам не показать, потому что я не дома, да, но, в общем-то, попробуем. А у меня муж носит вообще безбожно, честно говоря. Короче, я взяла вот этот моток Эвридей. И здесь 75% шерсть, 25% полиамид, 50 грамм, 210 метров. Цвет горчичный очень красивый. 23-35. И я хочу соединить... У меня остаточек от коричневого Эвридей. Я хочу их соединить либо Хеликс, либо Нит Перл. Носочки по описанию Даши. Джая Ру, Джая Нит. В общем, что-то такое я соображу. Мне кажется, что очень красиво будет. Такой медово-горчичный цвет. И там очень красивый шоколадный. Такой холодный шоколадный. Вот этот моточек я купила в Сижу-вижу, когда мы были на встрече. Ну, в общем-то, не показала в прошлом видео, показываю сейчас. И еще у меня еще приобретение... Ну, как приобретение? В общем, подарочек. Вот такое вот шикарное обряжа, которую, честно говоря, я даже не знаю, куда деть. Потому что мне жалко ее на перчатки. Дарительница моя дорогая сказала, что это для перчаток. Ну, в общем, честно говоря, не знаю. В общем, это подарок от Марьяны. Вы видели ее в моих прошлых видео. А вот в прошлом, например, непосредственно футболка была как раз на ней, которая села, к сожалению. Но Марьяне очень хорошо, поэтому я, в общем-то, не так расстроена, как могла бы. И Марьяна мне подарила вот такую вот красоту. Это Касагранде... Кто тут? Яд... Як Тибет. Нежнейшая просто нить. Нежнейшая. Здесь 70% бэби-як и 30% меринос. Это просто потрясающе. Цвет, наверное, 25. Вот, наверное. Либо 25.002. Очень красивый зеленый. Невероятный. Не знаю, ну, жалко мне такую красоту на перчатке. Не знаю, пусть лежит. Пусть лежит, я подумаю. Вот. Марьяна, спасибо огромное. Цвет просто в самое сердечко. И еще оно в сердечко. Знаете, почему? Потому что, ну, я... Марьяне показывала, что я... Что у меня есть теперь такая пряжа. Я говорю вот об этой пряже. Это альпака Sox от Leng. Шестинитка. Вот. Я выбрала шестинитку. Объясняла, да, в прошлом влоге, почему. Вот. И вяжу. Смотрите, как они... Ну, не тон в тон, не один в один, конечно, но как комплект. Вот. И я так поняла, что Марьяна именно с расчетом на комплект вот подарила мне как раз вот этот вот Як-Тибет. Вот. Очень красивая нить. Что я могу про вот эту альпаку Sox сказать? Очень красивая. Просто посмотрите, какие цветовые переливы. Не знаю, я когда смотрю на эту пряжу, когда я ее трогаю, у меня только вот одно какое-то восхищение. Но знаете что? Я вчера кое-что там писала по своему вот этому вязанию. И думаю, вот во время вязания она же мне что-то напоминает. Не могла понять, что. А вот вчера меня прям осенило. Она очень похожа на дропснорт. Только дропснорт очень тонкий, а это попухлее немножко. Ну и, соответственно, у них, понятное дело, другой состав. И это не один в один, это не аналог. Но очень похоже. В чем? Значит, ниточка очень шелковистая. Ниточка тоже такая довольно пушистенькая. Она очень скользкая, и при вязании ее не получается у меня связать туго. Поэтому вязание получается довольно рыхлое. Давайте я вам сейчас покажу, что же у меня там на спицах из этой пряжи. Значит, я, как и говорила, вяжу шапку. И, в общем-то, можно уже оценить полотно. Господи, ну какая она шелковистая. Слушайте, альпака, конечно, да, у нее есть вот такая вот особенность. Особенно если это какая-то альпака там суперфайн или экстрафайн, или бэби альпака. Вот, ну очень приятная. Ворсистая, волосистая. Длинный волос у нее. Что касается... Что касается колкости, ну не скажу, что это прям какая-то нежнятина типа кашемира. Вот, но я ощущаю, что есть что-то. Но это не колкость, а как вот, знаете, как, ну типа как шерсть. Вот, но она мягкая. Она... Это вот как в этой пряже, да, тоже. Она шерстистая, но она мягкая. У нее такое сухое тепло, очень приятное. Ну и вот, в общем, здесь тоже не скажу, что это прям что-то невероятное облачко. Может быть, еще не создается впечатление облачка от того, что она довольно тяжелая сама по себе. Значит, у меня, наверное, уже здесь половина-то извязана, я думаю. Вот, и вообще я хотела, конечно, с косами, с какими-нибудь переплетениями. Не знаю, хватит ли на это у меня пряжа, потому что здесь у меня будет шапочка двойная, и вот это как раз внутренний слой. То есть она будет у меня вот так. Но я еще хочу с двойным отворотом, вот, поэтому даже не знаю, хватит или нет. Меня терзают смутные сомнения, что не хватит, потому что этот отворот у меня еще должен пойти внутрь, понимаете, да, вот так вот. И только потом, выйдя из этого подворота, да, уже пойти на верхнюю часть шапки. Понимаете, о чем я, нет? Надеюсь, что да. Вязать мне очень нравится. Единственное, как я уже сказала, полотно получается довольно таким рыхленьким. Вот, и у меня это спицы 2,75, вроде как. Да, 2,75. И, ну, я не думаю, что она прям будет продуваться. Вот, а с другой стороны, даже если будет у меня, в принципе, есть капюшон, я всегда могу накрыться. Ну, в общем, пока такой не совсем однозначный проект. Не знаю, получится то, что у меня в голове или нет. В общем, мы с вами это все посмотрим в течение этого и, возможно, следующего влога. Я не знаю, как будет у меня с вязанием на этой неделе. На прошлом у меня было так много всего. На этой у меня будет выставка Интершарм. Когда выйдет этот влог, Интершарм уже закончится. Вот, но, в общем, я там буду участвовать как экспонент, да. Мы участвуем там как раз с эфирными маслами, с Ашади. Вот, очень волнительно. Интершарм, это, конечно, не первая моя выставка, но такая огромная, глобальная и, не знаю, серьезная, что ли, международная, будет первая. Вот, все, друзья, я побежала и так с вами очень долго болтаю. Ах, да, знаете, что не показала? Я не показала вам, что вот этот маркер Олесин. Вот он, он в работе, я его обожаю. Это маркер для Духэнс, я вам показывала в прошлом видео. И я его использую единственное, не как карабин, а именно как маркер. Но мне очень просто захотелось, чтобы у меня на этом проекте был именно он. Мне кажется, смотрится очень красиво. Вот, все, теперь точно все, я побежала. Москва такая какая-то серая и, не знаю, неприветливая в эту нашу поездку. Постоянные дожди, каждый день дожди. Я даже солнышко не помню. Вот, мы опять в этой квартире, мы здесь были в прошлый раз, в прошлый приезд. Вот, но снова здесь. В общем, квартира хорошая и очень хорошее расположение. Тоже центр недалеко от работы. Тайской, понимаешь? И я взяла. Все твои, все твои. Я тут зашла к девчонкам в московский Тухэнс. Мы адемпты твоих сумок. Да, но это правда. Девчонки очень любят мои сумки. За что вообще? Я каждый раз приезжаю, мне как-то даже, не знаю, как-то неловко, необычно. Да, да. Ну, потому что... Ты гордость должна испыть. Не, конечно, да, и очень-очень приятно. И так, это твоя, да, Викентия? Да. Вот у Викентия. Самая красивая, это серая. Самая красивая, да? Да. Так. Много халам-балама, но внутренности. Вот. Я, кстати, обожаю геометрические вот эти внутренности. Мне очень нравятся и листики тоже. Тут-то это у тебя большая... Нет, это у тебя маленькая. Да, их две всего. Маленькая и... Ну, маленькая, да. Самое главное, сюда чехол платит. Вот. Сюда помещается уйму всего. Уйму. Весь скал. На самом деле, мои любимые размеры, что в бочонке, что вот в этих, это как раз вот такие вот маленькие, которые... Ну, мне маленькая больше нравится. Да, потому что большая... Да, 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 да. Там плечевые две бобинки, там совсем небольшая. У нас, получается, все маленькие. И, кстати, да, вот я смотрю, сейчас у вас у всех. Так, Софья, это твоя, да? А у тебя здесь... Масло. Макадамия, а у меня такая маленькая опунция. Я опунцию взяла, которая стоит, как крыло самолёта. Так, а что у тебя тут? Ну-ка, расскажи. Тут носки от Ирины Вячеславовны. Ага, да. Она тут живёт. Тут всё. Кто, Ирина Вячеславовна тут живёт? И она тоже. Тут живут все. Мы тут уже переехали. Всё надо. Ой, мне так нравятся вот эти ножнички. У Софьи всегда вот что-нибудь вот доприкреплено. Да, у тебя тут... Чтобы не потерять. Тут свинка. А, да? Какая прелесть. Всё. Ручка. Для красоты и души. Всякие катышки. Катышки? Ну-ка, покажи. Это катышек. Божечки, ну что за прелесть. Это эти, как они? Заглушки для спиц. Катышек. Господи, ну что за прелесть. Всё помещается, всё чудесно. Ещё и место остаётся, потому что вот это уже согнута часть, поэтому... Тут есть динозавр с маслом, апельсиновый. Да ты так не дёргай, это ж не телефон, он так не может. О, божечки. Это что за прелесть такая? Где ты его взяла-то? Во вкус его. Да? Детское яйцо. Какая прелесть. Какая прелесть. И всё, маркеры, заколки, помадки, ингаляторы. Ингалятор то, что надо сейчас. Да, и даже вещулька тоже. А у меня тоже такая есть. Так, что... А, так, ты вяжешь какую-то красоту унису светную. Ну, это из кашемира. Это что, свитер, джемпер? Что это, суфи? Это олимпийка. О, боже. Мужа, любимая. Мужа, любимая олимпийка. А, интересно. Так, а ты по описанию какому-то вяжешь? Да, по описанию Анны. Которая не Анна? Да. А, интересно. Слушай. Суперджелонг с кашемиром в две нити. А, это суперджелонг с кашемиром, не ривьера всё-таки. Не. Ага. Клёво. Мне нравится. Да, класс. Вообще красота. Так, а у Маши что тут? А у Маши черные перчатки. А у Маши перчатки, которые не видны вообще. Мне все равно. Нет, я на камере. На камере. Я, кстати, тоже люблю из черного взять. А тут у меня. А у меня точно такая же сумка, кстати. Только подкладка у меня другая. Блокнотик. Спицы потоньше для отворота. Крючочек со спицы. Так. Две ручки обязательно. Крючочек тоже обязательно. У тебя там ещё чехол. У меня чехол. Да. С крючками. У меня тут маркеры, ножнички, линейка, иголка. Сантиметр с прошлой жизни. Короче, помещается тоже всё. У меня тут тоже есть ингалятор. Он прям под цвет сумочки. Я себе брала. Зелёный? Угу. Смотрите, как это красиво. Да, кстати. У меня на самом деле от Ани сумок много. Да. У меня есть с фламингами. Что у Маши, что у Софьи. Так, Софья куда-то убежала. С большими лисичками. Большая с лисичками. Это последняя. Со стрелами синяя. А потом ещё какая-то маленькая. Вот эта вот с орехами. И ещё у меня есть тоже, не помню уже какая. И вот последнюю я взяла где-то там жирафы, слоны. Угу. В сафари. В сафари. Да. Мне на самом деле, знаешь, что очень удобно? Да. Мне удобно с этими сумками распределять проекты. У меня, допустим, сейчас бактус, который я ещё не завидала. Он у меня в одной сумочке. Угу. У меня там всё к нему. В другой у меня, допустим, сумки вот перчаточные текущие. У меня тоже всё в другую. В разных, да, да, да. В больших сумках неудобно плечевые какие-то проекты, которые вот я, допустим, сейчас планирую, буду вязать. У меня коты, сама понимаешь. Да. Вот это всё закрыл. И в сумочках. И они места не занимают. И они просто милые. Они просто милые. Угу. Смотрите, Софья принесла сумочку бочоночек. Она её, смотрите, как круто украсила. Я вообще, когда увидела, думаю, ну что за прелесть. Это такие жучки. А это что с ними? А, это бабочка. У меня тоже такая сумка есть, красная. Оранжевая. Оранжевая. Яркая. Ты тоже туда что-то нацепила? Там, да, там живёт. Вечный вяз. Слушай, это надо сфоткать ещё. Так, всё, отключаемся и делаем фотографии ещё красивее. Там Вечный вяз живёт. Вечный вяз? Да, я не знаю, сколько вяжу. Здравствуйте. Красотень. Алена Сергеевна, как дела? Нормально. Я что выложу к себе? Ну вот, ладно. Нет, меня так в Питере не встречают. Я даже дома не встречаю. Нет, дома Владик... Дома так и вот так. Владик примерно так же и бежит, да. Девочки. Привет. Ты как дом побывала, да? Да, я что-то так устала, капец, просто какой... Сейчас я покажу, что Алена Сергеевна тут делает, я из окна увидела. Сейчас. Ну-ка. Погойцы пришиваем. О, Можечки, как красиво. Скажи, пожалуйста. Ты знаешь, что это? Ты это... Давай. Что я должна узнать? Давай, материаловедение. Ой. Консультант. Нет. Что это? Ты мне скажи, ты это отдельно? Нет, не отдельно. Цель навяжешь, да? Интарсия. О, Боже. Да, больше никогда. Почему? Это второй и последний раз, когда я вяжу интарсию с пайетками в несколько сложений, то такую пряжу. Так, а почему я должна знать, что это? Ну, это пряжа из магазина Тухэн. А, понятно. Ну, это, наверное, какой-нибудь, не знаю, Кэшфайв? Нет? Это Ривьера. Это Ривьера? А с чем? Ривьера и Ривьера. Ривьера с Ривьерой. Что-то она шибко пропитанная. Да. А я просто сейчас из Кэшфайфа буду вязать и прям что не дождусь. Слушай, красиво. И? Резроза. А это вы новую намотали? Девочки. Вот это вообще цвета. Девочки. Девочки. Блин, мне еще вот этот нравится. Хотя я такой не люблю и такой нравится, хотя я такой не люблю. Сиреневый, а этот какой-то невероятный. Он пурпурный. Пурпурный. Блин, ну и этот. У меня, по-моему, нет такой пряжи. Он прям румяна. Почему? Такой пряжи у меня дома есть сахель. Я из, точно, я из такого сахеля вязала. Что я вязала? А, плед я вязала. Сахель? Но у меня его нет. Слушайте. Распускай плед. Так он же не мне был, он на заказ. Проси вернуть постирать. Очень красиво. И, знаете, ты решила с вашего пледа связаться с ее. Да. Слушай, ну это вообще что-то с чем-то. Это ты на заказ? Угу. Смотрите, какая Алена. Еще не стиранная. Умничка. Но я чувствую. Обалдеть. Обалдеть. Сколько ты вязала? Не спрашивала. Год? Полгода точно. Да? Ну, по чуть-чуть, потому что ривьера здесь в два сложения ривьеры и одно сложение люфтрозы, а здесь три сложения ривьеры. И вязать интарсии, семь мотков, вот это вот, это путается все. Можно вязать буквально по два сантиметра, а дальше, чтобы это не выбросить, надо отложить и возвращаться к этому. Это цернолязная планка? Нет. Пришивная? Пришивная. Слушай, ну это очень красиво. Это очень красиво. Ты покажешь, что Хэмс когда сделаешь? Ну, я должна это постирать еще. Ну, понятно. Ну, когда придут забирать, я надеюсь, когда придут забирать, А это вот для твоей вот этой клиентки, которая блондинка, да? Да. Такая вот красивая, очень женщина. Она прямо... Ну, ей пайетки, это просто... Без пайеток? Я ее не представляю без пайеток, честно. У нее такая внешность, что она выдерживает пайетки. Я бы вот пайетки не выдержала, правда, у меня... И тебе кажется, что... Не-не-не, серьезно. Ты выдерживаешь, кстати, пайетки. Ну, что, у меня прям какая-то внешность особенная. Ну, не знаю. Харизма, да. Харизма. Вот харизма, да. Да, это точно. Вот этого у тебя не отнимешь. Красота. Слушайте, как телефон в ночь и плохо снимает. Ну, как в ночь вечером, сейчас часов, наверное, в восемь. Очень устаю на выставке, ничего не снимаю. Буквально пару кадров сняла, как там играли на саксофоне молодые люди. Вот, может, еще что-нибудь поснимаю, но не обещаю. Вот, и вообще какой-то влог получается невязальным. Но, сами понимаете, у меня много работы на выставке, а там как-то не до этого совсем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Кусочек видео, первый раз вчера, точнее, два раза пробовала вчера, но, в общем-то, решила перезаписать. Вчера был день рождения Two Hands, пять лет, и, знаете, такие неоднозначные чувства, с одной стороны, конечно, понятное дело, очень радостно, и столько вообще всего за эти пять лет прошло, у меня появился ребёнок за эти пять лет, у Анжелы-владелицы Two Hands появился магазин, ну, помимо питерского, да, ещё появился магазин в Москве, ещё появился другой бизнес, вот, Ашади, да, с эфирными маслами, я вам мельком показывала. Столько всего произошло, и, вспоминая, например, пять лет до вообще того, как я начала вязать, и пять лет вот эти, я понимаю, что, несмотря на то, что вроде как время бежит гораздо быстрее сейчас, но так всё было насыщенно, что ощущение, что это не пять лет, а это все десять, а то и пятнадцать. И столько событий, столько знакомств, столько людей, столько пряжи и инструментов, и, конечно, это дорогого стоит вообще, в принципе, быть причастной к такому... к такому действу, к такому шикарному бизнесу, шикарному магазину пряжи. Это давно уже, конечно, не просто магазин, но это... Точнее, даже, знаете как, Анжела изначально создавала его как такой клуб, у нас даже на логотипе было и на, мне кажется, на световой вывеске тоже, что вязальный клуб, вот. И это означает не просто место, где вы можете купить классную пряжу или инструменты, там, аксессуары, это место, где вы просто можете прийти, повязать, пообщаться с классными людьми, которые тоже интересуются вязанием. И я уверена, что у нас это получилось. Конечно, дальше больше, очень много всего интересного, я уверена, впереди. Вот, и, честно говоря, с сегодняшнего дня смотрю в тот промежуток времени, пять лет назад, и понимаю, как сильно я сама изменилась. И, естественно, это благодаря Духэнс и Анжеле, естественно, тоже, в первую очередь. Вот. Так, значит, что я хотела сказать еще. Я монтировала, когда начало вот этого влога, вчера в метро уехала и монтировала, и так немножко думаю, ай, это не сказала, это не сказала. Давайте сейчас проговорю по поводу варежек, которые я вязала двойные для своего сына. Меня спрашивали, по какому мастер-классу ты вязала? Мастер-класса как такового вроде как и не было, а вроде как и есть. А сейчас объясню. Значит, у Оксаны, ворм-инженер, есть, ну, на Дзене точно было, описание текстовая двойных варежек. Мне кажется, что на Ютубе тоже есть видео-мастер-класс, но я могу ошибаться. Если что, внизу в инфобоксе смотрите. Я ссылочки оставлю. И по тому описанию вот на Дзене я как раз вязала несколько лет назад. Это была зима 2021, по-моему. Да. Я вязала варежки двойные, красные, как сейчас помню. Нижняя часть была из стопроцентного кашемира, а на верхней части у меня еще был добавлен махер. Варежки просто пури непробиваемые. Очень теплые. Я их носила только в ту зиму, потому что тогда как раз я жила за городом, и с ребенком гуляла. Он был совсем маленький, там ему было чуть больше полугода. И гуляла с коляской, и эти варежки были просто вообще в самую точку, в самую тему. И по той же логике вязания я вот сейчас связала эти детские варежки. Вот. Там все очень просто, на самом деле ничего страшного, поэтому вяжите спокойно. А второе, что я так над собой немножечко смеялась, когда монтировала кусочек про Leng Alpaca Socks. Я думаю, Аня, ты так восторгаешься альпакой, кто бы вообще мог подумать. Потому что тут у тебя был проект с детского худи, да, там была тоже альпака в хлопковом шнурке. Тут у тебя альпака, из которой ты вяжешь шапку, она тебе нравится, чтобы с тобой вообще все в порядке. В общем, это о том, как у меня начинают меняться вкусы к пряжи, и взгляды, и как я начинаю... Знаете, как говорят, аппетит приходит во время еды. Вот я распробовала, мне кажется, вот ту пряжу хлопковую с альпакой, и готова к подобным еще артикулам. У меня вот есть акварель, но там, кстати, не альпака, там, по-моему, меринос, да, все-таки я все время все эти недели думала, что там альпака, а потом посмотрела, что меринос. Ну, похоже, по крайней мере, пряжа, потому что я к шнуркам тоже равнодушна. Шнурки и шнурки. И еще один состав, кстати, еще по поводу альпаки Socks. Я уже довязала довольно много, то есть уже можно примерить. И когда я примеряю, она мне немножко колется к колбу, несмотря на то, что она такая вроде нежная, шелковистая, но она, ну, по крайней мере, сейчас до стирки, я понятное дело, это не окончательный такой вердикт, но мне кажется, что она мне будет покалывать. Вот, поэтому посмотрим, как я ее буду носить. Буду ли? Ну, думаю, что да, потому что получается, конечно, классно. Вот, покажу в следующем уже влоге. Еще мнение у меня меняется относительно гладкой пряжи на носки. Я уже много раз говорила, что я люблю более шерстистую пряжу, но тут я стала вязать из Gazelle Happy Fit. Если вы не знаете, это такие пасмы, ну, как заявляется, что ручного окрашения. И там две маленькие пасмочки, они как-то там между собой перекручены, и изначально кажется, что это одна пасма, но когда это все раскрываешь, разматываешь, то понятно, что две. Очень удобно, во-первых, сразу скажу, очень удобно вязать два носка, неважно, одновременно, не одновременно, потому что сразу видно, вот один моток, вот второй моток, и, как бы, понятно, хватает пряжи или нет на носке определенного размера. Если это один моток, да, без разделения на два, то, как правило, приходится взвешивать, если есть сомнения, будет ли хватать пряжи. Почему у меня здесь были сомнения? Во-первых, изначально я хотела вязать мужу, там размер 42-й, и пряжа эта довольно тяжеленькая, здесь 330 метров на 100 грамм, если я не ошибаюсь, и по толщине вообще она такая же тоненькая, как и 400 метровая, но вот, видимо, за счет того, что это гребяной такой мариносик в составе, она получается потяжелее, соответственно, расход у нее будет побольше. Я вязала 42-й размер, но в процессе вязания я поняла, что нет, такая корова себе нужна, очень они мне нравятся, и по цвету, это такой с фиолетовым подтоном, коричневый. Мне кажется, я уже говорила в каком-то из видео, мне напоминает эта расцветка, знаете, сироп такой, Хершес, вот очень-очень похоже, короче, мне кажется, что да. Здесь еще такие цветовые переливы, не знаю, будет ли это потом после стирки высветляться и смываться, мы тут общались с Сашей с канала Визамани, она сказала, что смывается сильно, попробую, может быть, уксусом закрепить, не знаю. И, кстати, еще Саша сказала, что у ее мужа есть носки из этой пряжи, им три года, с носу нет, и, в общем-то, она этой пряжей очень довольна. Вот, в процессе вязания мне она тоже очень-очень нравится. Поэтому вязала я изначально на мужа, а потом решила оставить себе, и, в общем-то, радуюсь, что у меня будут такие классные универсальные носки. Значит, по еще описанию, это описание Ани Жильцовой, мне кажется, называется Noodle Socks, у нее было, не знаю, как сейчас, посмотрите на сайте, у нее был такой сет, вот эти носки и еще какие-то, ну, короче, по цене, по одной цене, вот, и я решила взять, вот, и, собственно, вяжу. У меня здесь, видите, использованы вот такие маркеры, которые аналоги Коко Ниц, спиральки. Я в них влюблена, честно. Я вот в прошлом видео сказала, что это пластик, но вот не знаю, мне кажется, что все-таки пластик. Так, а Коко Ниц, если я не ошибаюсь, они такие металлические. Ну, какая разница, они выполняют свои функции, выполняют и стоят дешевле в разы. Вот, хотя я, конечно, очень тогда хотела купить Коко Ниц, но, в общем-то, как получилось. Так, значит, я вяжу на спицах, повторюсь, метраж, 330 метров на 100 грамм, да? То есть спицы должны быть, по идее, больше, чем обычно я вяжу носки. Обычно я вяжу их на 2,25, эти носки я вяжу на двойках. Во-первых, это двойки флайерсы от Haya Haya. Это такие разъемные флайерсы, то есть здесь, по идее, лесочку можно снять и поменять на другие размеры спиц. Есть, мне кажется, у нас еще есть в Two Hands, вообще есть такие 2, 2,25 и 2,5. Ну, то есть как раз для вот таких вот носков малых форм, в общем, малых и тонких форм. Носки, варежки, перчатки. Я на них, на флайерсах обычно вяжу по свободней, поэтому мне кажется, что это где-то 2,25 в обычных моих спицах, там, например, круговых. Но еще такой момент, я стараюсь эту пряжу, ну, так сильно затягивать, потому что, опять же, это гребеной меринос, и он на рядость, в общем, появляется, если не затягивать. Я хочу, чтобы они были идеальными, и они пока такими получаются. И здесь у меня тоже вот эти маркеры. Здесь я решила голубо-зеленую гамму взять маркеров, а здесь у меня такая розово-сиреневая. Вяжу очень-очень довольна. Кайф какой-то вообще от этих носочков. И еще по гребеному мериносу. У меня сейчас самая-самая носибельная шапка. Это вот такая вот из гребеного как раз мериноса. Это Экофил, по-моему, Мерина Экстра 125, если я не ошибаюсь. Значит, здесь, ну, получается, 125 метров на 50 грамм, и здесь в районе двух моточков уходила. Я эту шапку сейчас люблю нежно, потому что сейчас такая погода. Не очень холодно, но уже без шапки, ну, как-то не то. Значит, она довольно резиновая, но, как видите, в месте, где отворот, да, где вот самое большое растяжение, она довольно так сильно растянулась и уже в свою первоначальную форму не приходит. Поэтому вот тут резинка довольно такая расхлябанная, но вот здесь вот на макушке видно, что... Ну, и вообще вот здесь на основной части шапки видно, что мериносик довольно такой упругий. Очень в ней классно, комфортно, ни катышков, ничего вообще. Очень классная. Ну, здесь какая-то, не знаю, стандартная какая-то макушка. Не знаю. Я обычно макушки закрываю, знаете, как придется. Это по поводу макушки. У меня есть мастер-класс на шапку резинка один на один, и там такая макушка восьмиклинка, по-моему, да. И она такая, ну, как бы для меня она была необычная. Я решила попробовать, в общем, связала шапку и сняла мастер-класс. Тут у меня прилетел комментарий буквально на днях по поводу этой шапки, что, типа, это какая неаккуратная макушка. Я такая думаю, я обожаю эту макушку. Она мне очень нравится. Мне очень нравится, как сидит. В видео, кстати, в мастер-классе там не я на фотографиях и видео, в этой шапке моя коллега. Ну, и, соответственно, видно, как у нее это все красиво смотрится. В общем, не знаю, может, там человек посмотрел и оценил макушку еще в нестирном виде. Ну, не знаю. Ну, короче, кому что, конечно. Я не знаю, что для этого человека аккуратная макушка, но мне кажется, что там она получилась просто идеально. Но в той шапке еще жарковато. Она связана из Кати... Катя... Кашмир 10? Что-то такое, короче. Там много всяких составляющих. И меренос, и, по-моему, вискоза, если я не ошибаюсь, есть. И 10% кашемира. Она очень классная. Я ее очень нежно люблю. Но сейчас в ней жарковато. А вот в этой шапке из гребеного мереноса самое то. И это пряжа... И, кстати, это Катя. Она из пряжи Су. А Газал мне дарила Юля вязание на чердаке. Вот. Так, друзья, наверное, все. Я снова вас приглашаю подписаться на мой телеграм-канал. Я там чаще. Я там... Даже когда болею, могу что-то опубликовать. А когда болею, снимать видео не получается. Сами понимаете. Я вот сейчас из Москвы приехала. Опять заболела. Кошмар. Я до сих пор, на самом деле, не совсем восстановилась. Но, мне кажется, это погода плюс психосоматика. Все-таки организм мне пытается всеми способами показать, что Аня, пора отдохнуть. Но... Работа не ждет. Вот. У меня вообще как таковых выходных нет. И это, конечно, наверное, когда-то сыграет со мной злую шутку. Друзья, наверное, это все. Еще будет одно включение. Наверное, сейчас я сделаю быстренько. Покажу вам свои сумки. Там немножечко будет сумок на молнии. Причем будут именно маленькие размеры, которые мои самые любимые. Вот. А большие вы можете приобрести в Two Hands в Москве. И я надеюсь, что на следующей неделе я принесу их еще и в Петербург. И маленькие, и большие. И вы сможете тоже приобрести, если хотите. Друзья, благодарю вас за просмотр. В комментарии спускайтесь, пообщаемся с вами, поболтаем. Вот. А так, в Телеграм добавляйтесь, ВКонтакте, на Дзене. В общем, где вам удобнее это все смотреть. Тоже подписывайтесь, смотрите. Читайте. Кстати, по поводу, читайте, я в ВКонтакте и в Дзене опубликовала этот дайджест моего вязания за октябрь месяц. Там получилось очень-очень все насыщенно. В принципе, если вы смотрите мои влоги, вы все это видели. Но если вдруг вам хочется вспомнить, как и мне, это было очень, на самом деле, полезно. Вспомнить, что я вязала, как, какой расход, что получилось, из чего я вязала. Это все будет у меня в дайджесте за октябрь. Я надеюсь, что я эту традицию дайджеста не брошу, как когда-то бросила дайджест недельный, еженедельный. И все у нас будет с вами еще и в таком виде. Благодарю за просмотр. Увидимся в следующих видео. Поболтаем в комментариях. Пока. Так, давайте сумочки посмотрим быстренько. Значит, эти сумки будут, ну, по крайней мере, в Питере точно. Значит, вот такая на молнии. Это размер смол. И вот такая подкладка, очень красивая. Так, таких у нас много. Это собачки. Они, по-моему, да, две маленькие, одна большая. Они вот с такой подкладкой красивой розовой. Так, да, две маленькие. Одна большая, вот такая вот. Альпаки, они тоже будут, или ламы, кто, это непонятно. Они тоже будут в Питере. Значит. Вот такая тоже розовая подкладка красивая. Две больших, одна... Ой, две маленьких, одна большая. И вот такие сумки. Они будут только у меня. Я не знаю сейчас, какие останутся. Одна, потому что делали предзаказ. Только я вот не помню, на большие или на маленькие. У меня, в общем, все записано. Точнее, на большую или на маленькую. Но у меня есть и та, и другая. Значит, это такой Ван Гог. Вот. И здесь вот такая потрясающая подкладка. Во всех сумках внутри идет по одной стороне, идут такие кармашки. Здесь четыре кармашка. По краям пошире, по середине два вот таких вот небольших кармана. Сюда спокойно помещается крючок, спицы. В общем, что вам надо, такие узенькие аксессуары. Кстати, сюда удобно тубус с иголками тоже помещается. Вот. Ну, либо какие-нибудь длинненькие ножницы, например. Ну, в общем, тут уже что вам необходимо поместить. Значит, вот этих сумочек в Two Hands не будет, а остальные будут. Все, друзья. На этом точно все. Я вас жду в следующих видео и в своем Телеграме. Пока.